здравствуйте друзья у нас гость в студии вы гости видели у нас раньше когда мы снимали полгода назад да значит ну представьтесь пару слов меня зовут андрей значит мы с группой энтузиастов разрабатываем софтвер который помогает изучать любые иностранные языки и запоминать новые слова именно в смысле словарного запаса в прошлый раз мы когда встречались андрей рассказал про свое приложение и о том что она помогает строить словарный запас и какое-то количество зрителей наших откликнулись и стали его тестировать было такое было огромное спасибо комьюнити за помощь большое спасибо что дали много рекомендаций довольно таки профессиональные бах-репорты получили вот значит исправили много критических ошибок сейчас реализовали много функций которые ребята рекомендовали очень огромное всем спасибо ну так что произошло с приложением вот за это время что-то какой-то значит мы во первых мы выросли в три раза где-то по количеству пользователей у нас сейчас порядка 15 тысяч вот и лидирует как ни странно на союз приложения очень много китайцев где-то порядка 8000 китайских пользователей 15000 это просто как бы аккаунты к это это инсталляция установлены приложения на девайс вот но естественно активно пользуются не все там где-то порядка 30 процентов целом как бы есть успехи и значит мы выпустили еще билд в котором можно формировать свой свой учебный материал из любых текстовых файлов можно копировать эти файлы в приложение и приложение создает автоматически эти карточки все и соответственно их можно потом прослушивать запускать там когда в пробке стоишь из текстов соответственно через синтезатор речи все это весь материал можно прослушивать на про эти синтезатор а вот допустим подключиться куда-то где это слово ну как-то записано как она звучит не синтезатором а вот ну ну и скажем в гугле можно там или вебстер там доткам вот у вас есть так чтобы вот словечко есть это красиво и грамотность произнесли был тоже работа через синтезатор речи мы используем случае андроида гугловский синтезатор речи а в ios и apple ски синтезатор речи и воспроизводится довольно таки неплохо и они усовершенствуются с каждым годом все лучше и лучше я думаю через пару лет будет отличима человеческой речи а вот у вас есть какая-то конкуренция конечно есть конкуренция есть какие-то подобные продукты но вот именно в плане вот этой озвучки именно в плане плеера то есть это как бы мое изобретение я его придумал именно чтобы через синтезатор запускался с определенным временным интервалом вот плюс мы сейчас вот будет билд где-то на через месяц он уже выйдет у нас будет настраиваем планер то есть можно можно уже будет количество повторений устанавливать количество повторений иностранных слов количество повторений соответственно перевода вот плюс в телефоне можно настраивать скорость я понимаю что это по жизни такой бесценный опыт потому что сколько лет вам три четыре но на вид вам на 10 меньше ну ладно вот когда под с людьми разговаривать или там в смысле в профессиональном кругу или там на работу искать наверное в этом есть как бы большой такой магнитик для тех кто нанимает но вот я вижу видел на сайте вас там команда чуть ли там не человек 10 да они все энтузиасты но они как бы это же не основная их работа они где-то работают да все 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 работают какая мотивация вот у этих людей вот вы в сша ладно а вот они где-то в украине да еще где-то ну во во-первых это опыт раз во вторых там все-таки есть небольшой бюджет то есть я как-то как какая-то часть сотрудников у нас на оплате то есть бюджет это не деньги которые генерятся это деньги которые практически инвестируют сейчас стадии развития проекта он только полгода назад как стартовал как будто невозможно а вообще есть какие-то деньги которые вам платят нет пока нет ну и мы в принципе есть шанс у нас привлечь инвестиции здесь хорошо долине там может быть в этом году даже переформулирую значит вот есть такое понятие вот когда начинаешь с кем-то говорить там с инвесторами или там с кем-то они как какая у тебя бизнес моду то есть откуда деньги ну может быть не сейчас но в принципе откуда вот возьмутся деньги в таком проекте так как раз вот у нас будет платная подписка и мне сейчас убил который у нас будет новый он будет монетизация и будет порядка 80 тысяч баз данных тематических на 67 языках например будут огромная коллекция американского сленга идиом то есть можно будет взять выбрать эту базу данных можно пролистать как карточки можно запустить как плеер там послушать как музыку вот ну и соответственно там поход в ресторан и устройство на работу вопросы на интервью огромное количество давайте мы вам в школе будем тестировать эту штуку у нас у нас для студентов проект у меня например у меня ведь есть онлайновый класс и там за год проходит на чек 500 и именно тоже нужны хорошие проекты и так и что при зиме потом написать там вот это будет хорошо работаем и референс дадите легко вообще ребята всех кто хочет присоединиться проекту есть какие-то идеи пишите в комментариях не стесняйтесь вот мы все рассмотрим если у вас есть какой-то опыт может быть помимо тестирования там разработки программ обеспечения на бэкэнд у нас ребята тоже сейчас мы отдельные отдельное слово по серверу сейчас запускаем обычный сервер только я уточню значит писать вам это значит пойти на ваш веб-сайт давайте значит у меня поскольку на экране это все крутится давайте так на виду камеру сюда вот вот этот линк карт линку карт дону карт знаете что я вижу там юрил я сейчас на него на виду на виду на виду на виду на виду на виду вот он линка карт . если прийти на этот сайт то там есть типа контакт ас да да то есть вот прям туда писать можно туда писать можно писать в комментариях видео я посмотрю давайте так пусть комментарии к видео тоже неплохо но тогда вы сразу как вот мы это самое видео повесим вы тогда я там отмечу себя вы тогда отмечайтесь и чтобы ребята видели что вы там есть и знали как вам написать ну хорошо то есть грубо говоря так деньги они будут платить за доступ к этим базам данных доступ информации раз потом ну пока у нас будет не бесплатный будет улочное хранилище карточек вот мы посмотрим по расходам может быть еще придется ограничить если это будет дорого то мы может быть ограничим количество создаваемых карт на облачном сервере то есть там может быть ограничим там 500 свыше 500 нужно будет заплатить ну подписка будет очень дешевая это будет стоить всего лишь один доллар в месяц как люди узнают или если за год оплата или доллар пятьдесят за месяц всего просто копейки я немножко опережаю как люди узнают что вы есть вот эти пятнадцать тысяч как вас нашли мы локализовали приложение google store и apple store соответственно его маркет соответственно со всего мира люди заходят и смотрят наше приложение с этих ресурсов говорите заходят расходят просто гуглит ну заходят и когда допустим хотят установить какое-то приложение в поиске apple store набивают улучшение словарного запаса и мы по по ряду стран там эфиопия там например малайзия что-то еще мы вообще там кто в топе выходим соответственно устанавливают опять же через поиск в магазинах да плюс ну вот выступаем иногда у видео блогеров в социальной сеть у нас страница страница на фейсбуке это порядка десяти тысяч подписчиков ну что же это это такое что да ну а видение какое то есть чего бы вы хотели от этого всего вообще у нас основная идея это создать международную образовательную платформу то есть сейчас у нас уже пользователь со всего мира и мы хотим сделать что-то наподобие сайта знакомств чтобы можно было находить на этих спикеров для общения в разных странах то есть у нас цель проекта это решать три задачи расширять словарный запас первое второе это поиск на этих спикеров третье это изучение языка при отсутствии времени свободного это как раз использование таких синтезаторов речи то есть прослушивание как музыки я понял то есть такие busy people там на ходу что-нибудь подхватывают одна идиома в сутки плюс еще будет инструмент у нас для школ для образовательных учреждений то есть допустим преподавателя у него есть группа студентов студенты регистрируется в группе преподавателя и соответственно после урока в течение урока может любой учебный материал закидывать приложение и соответственно уже студенты могут допустим не подойдет урок вместо того чтобы бумажки раздавать ходить до которые там интерес так далее преподаватель просто нажимать на кнопочку и тема урока уходит в приложении каждому и кроме того в принципе можно масштабировать вообще на любые дисциплины но это уже как бы совсем здорово да ну что же да занятно а а вот если люди как-то так вот глубоко изучать вот человек ходит на курсы и у него там идет при там какой-то при beginner потом beginner там пост beginner там принтер мидит там еще что-нибудь вот они как-то смогут этим пользоваться конечно в первую очередь продукт для них и сделан то есть это когда вы не можете большое количество слов запомнить когда слова низкое значение имеет вот когда уже идут вход сленговые выражения идиомы как раз здесь необходимо записывать постоянно где-то хранить эти слова вот эти предложения либо мы готовы мы сделаем либо вы сами формируете и как раз наш софт он в принципе позволяет людям формировать собственный учебный материал там не учить там стол яблоко да собак который вы уже знаете да именно те слова которые вам тяжело даются очень часто бывает наверное вы сталкивались к слову не можешь запомнить и несколько бывает раз десять смотрел и все непонятно и соответственно то есть на наш софт он погонять хорошо с точки зрения вот монетизации я просто думаю что есть много сервисов где с людьми занимаются во-первых индивидуально во вторых по тематике которую вы не можете поднять в таком режиме и они могли бы быть хорошими рекламодателями вот скажем люди которые ставят произношение люди которые отрабатывают презентации например на языке там скажем с теми же стартаперами даже не вопрос там звучание и не вопрос написания а это вопрос того вот как подать интонация ударение там и так далее то есть я думаю что вот эти вот могли бы кроме того есть масса всяких курсов которые распространяются в виде там не знаю сиди дивиди даунлоудов и они платные вот и так далее они могли бы тоже да кроме того у нас еще будет функция вот как раз вот для общения для общения в видеоконференции у нас можно будет вот эти карточки создавать на протяжении разговора то есть тоже такая вещь потому что когда ты общаешься сразу выражение ты не можешь запомнить то есть либо через синтезатор повторяет собеседник и соответственно карточка к вам что приложение вот или собеседник пишет вам два способа ну что же я понял что вы сайт только что как бы и за сайт но изменили он но он симпатичный вот девушка такая хорошая там что-то ручкой машине а две девушки а я думаю диалог это вот одна идеала это не общая скорость она на русском общается а там звук есть или нет нет я по это чисто внешне хорошо и вот значит прямо сегодня можно пойти и допустим там строить свои слова и словари или там чужие есть можно чужими пользоваться тоже да можно можно из текстовых файлов много словарей чужих там не скажем вот если кто-то с русского учит английский много есть английских словарей которые сделаны уже на данный момент количество словарей мы базами данных называем где-то порядка 16000 на разных языках вот на данный момент а что сейчас на маркете через месяц будет 80 тысяч то есть на маркете то есть вы их предлагаете это сделано вашими студентами больших ваше ну что ж то есть другая обыщущейся там еще до информации очень много ну что я думаю так ребята значит те кто учат язык вам уже может быть сразу будет полезно теме кто хочет как-то свои таланты технические или там бизнес приложить пишите вот а вы тогда уже раз так в силе стать вы тогда не И когда какие-то такие этапы существенные будут происходить, вы приходите, потому что эта тема востребованная не только у нас на канале, но вообще в русскоязычном ютубе тема английского языка очень популярна. Это не собирается столько зрителей, сколько, допустим, какие-нибудь политические мордобои, но за пределами мордобоев это, пожалуй, одна из самых востребованных тем. Так что давайте, это хорошее дело, можно сказать, сродни нашему, в общем-то, так мы с вами, можно сказать, коллеги. Хорошо, хорошо, я все думаю, когда-нибудь что-то такое появится, чтобы я мог пользоваться, но у меня специфические потребности для школы. Хотя мне говорят, что все, что мне нужно, уже давно есть, но все, что я смотрел из того, что уже давно есть, оно как-то меня напрягало, поэтому не знаю. В общем, я не отчаиваюсь, все впереди. Так, с точки зрения, может быть, вы когда-нибудь в Америке-то уже? Во второй год. А вот с точки зрения человека на втором году, в общем, можно жить, как тут вообще? Да, вполне. Если работаешь, если выкладываешься, жить без денег. Вы работаете по тестированию мобильных приложений? Ну, у нас аутсорс есть небольшое по созданию, разработки приложений у нас, небольшая компания мы создаем. И, да, еще на контракте вот работаю как в Automation. Ну, интересно, Automation? Не плохо, но я уже все изучил, скучно стало. На чем вы это? На Java, на Java, Selenium и Apium. На мобилке, мобилке и веба. Ну, что же, хорошо. А мы как раз вот сейчас собираемся сделать курс по Apium. У нас всегда был только сиреневый правил. А сейчас у нас человек новый пришел, который с опытом, и вот мы... Сейчас группа начнется, вот у нас через недельку, и мы как раз вот на них начнем делать Apium. Там не сложно. Главное не бояться. Все получится. Понимаете, тут много тонкостей в этом во всем. Да, есть люди, которые как бы пришел, сделал там, и все несложно. А есть люди, которым ты вроде уже объяснил, и уже в рот положил ложку, проглотить не может ложку. Там все то, что на ложке было, поэтому... Бывает такое. Разные тоже, тоже разные. Ну, хорошо, что же, мы с вами прощаемся, но я надеюсь, ненадолго. Да, хорошо. Спасибо всем. Всем успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok